Я знаю языки программирования, на которых скрип мозга – это обязательный атрибут программирования. То есть, не поскрипевши, ты не получишь ничего. И Хаскель не самый сложный из них. Кто любит скрипеть мозгами, есть такой очень древний язык программирования АПЛ. Посмотрите на него. Понятно, никто не знает, что такое АПЛ. Посмотрите, просто посмотрите. То есть, некоторый баланс между ручной и мозговой работой. Что, в общем, наверное, и есть цель, когда вы выбираете инструмент программирования, скажем так, по себе. Кто-то любит программировать копипасты, и он выбирает язык, на котором удобно программировать копипасты. Кто-то любит долго думать и изрыгнуть какую-то страшную конструкцию, которая работает, но, соответственно, он выбирает такой язык. Капитон где-то, на мой взгляд, где-то посередине, где-то сбалансированный. Вот. Я, кстати, хочу похвастаться. Мы тут на семинаре написали параметрический декоратор. Вот он. Эта игрушка, угадай число. Вот. Значит, итератор, пардон, параметрический. Да? Да. Вот он инициализируется максимальным значением, диапазоном от 0 до 1000 загадывается число. Вот. А потом, значит, вот он инициализируется. Это при первом ните, при первом нексте. Вот. А потом он выводит строчку какую-то. Самая первая строчка guess what, а дальше она будет less equal or greater. Вот. Вы ему скармливаете число, а он вам отвечает less equal or greater. Вот и всё. И так по кругу. До тех пор, пока аск не окажется equal, и тогда он вываливает этот equal и, собственно, stop iteration. Ну и циклик, который позволяет в эту игрушку играть. Вот. Поскольку число загадывается в диапазоне до 1000, а циклов вам даётся всего 10, вот. Ну я тут поиграл сам с собой и восемь раз из десяти проиграл. Хотя по идее должно быть пять из десяти, потому что, ну, два в десятый вообще-то 1024. И если вы аккуратно делаете бисекшен в голове, то вы всегда придёте за десять итераций. Я соврал. Даже не десять из десяти должно было получиться. Потому что если вы аккуратно делаете в голове бисект, вы за десять итераций всегда придёте к тайным решениям. Ну, я делал неаккуратно. Вот. Такая вот процедура. Понятное дело, что... Понятное дело, что... На самом деле нам здесь не нужен параметрический итератор. Потому что ничего из этого контекста не сохраняется. ASC у нас... В смысле, NUM у нас константный. Он генерится и не меняется. ASC у нас приходит от пользователя. Ну, в смысле, GES. ASC – это ответ на GES. То есть, в принципе, единственная роль генератора в данном случае – это то, что он хранит логику в себе. Вот это. То есть, у нас есть некая функция, мы её дёргаем, и она что-то отвечает. Мы с тем же успехом могли написать просто функцию. Мы искармливаем число, она что-то отвечает. Правда, вот этот ASC стал бы глобальным. Потому что, ну, непонятно. Или глобальным, или параметром функции. Спасибо. Вот. Значит, в действительности же свойство итератора не только в том, что он является, как и функция, хранителем некоторых значений, которые нам не надо в глобальный namespace проваливаться. Но ещё и в том, что его контекст сохраняется на время повторных вызовов, в отличие от функции, контекст которой не сохраняется. Так, это значит, у нас нормальная клавиатура. Так вот, говоря о namespace, да, в пространствах имён. Мы с вами привыкли считать, понятное дело, что это пока, что это исключительно по течению того, как мы разговариваем про Python. На самом деле мы с вами всё знаем про пространство имён больше. Но пока что мы привыкли считать, что в Python есть пространство имён глобальное и локальное пространство имён, которое присуще контексту вызова функции. Пока, значит, вызов функции существует, значит, имена там существуют, как только она заканчивается, то есть вы выходите из функции, соответствующее пространство имён глобальное, за исключением того самого замыкания. Что если мы так внезапно написали наш код, что некоторые бывшие локальные имена, а точнее не имена, а объекты, на которые ссылались локальные имена, нам потом нужны ещё, то они залипают в замыкание и там живут. Кстати сказать, приношу свои извинения относительно демонстрации, попытки демонстрации замыкания с помощью Python-тьютера. Как выяснилось, Python-тьютер неправильно рисует вот эти стрелочки. Значит, в конспекте лекций про замыкание там было чуть более... Это не здесь. Там я написал, не в конспекте, а в плане, который я модифицировал, там... Что это такое? А, вот. В плане, который я модифицировал, там было более чёткое объяснение того. Вот. Значит, пространство имён. На самом деле, когда я говорю, вот смотрите, вам придётся заводить 100-500 глобальных переменных, глобальных имён, чтобы разные ваши функции к этим глобальным именам могли ходить. На самом деле, я немножко кривлю душой, потому что, в принципе, вы же можете создать модуль на Python, в который сложить все нужные константы, функции и вообще всё. Выглядит это чудовищно просто. Любой файл на Python является модулем на Python. Вот. Ну, реально. Давайте попробуем сделать вот так. Да? У меня такое ощущение, что мы не говорили про такую важную штуку, как строка документирования, и это моё большое упущение. Видимо, сегодня, помимо разговора про пространство имён, будет ещё небольшой заход на разговор про стиль оформления программы на Python, в данном случае про строку документации. Обратите внимание, что я нарисовал просто строчку, которая просто лежит в файле на Python, и ничему не присвоено. Вот. Такие вот просто лежащие строчки, которые находятся в каком-нибудь пространстве имён, например, внутри функции, или внутри модуля, или внутри класса, называются строками документации, и догадайтесь, как они используются. Как комментарии? Нет. Гораздо интереснее. Сейчас покажу. Ну, давайте, наверное, с этого и начнём. Значит, dev.fun от звёздочка args, ну просто, да. Ещё одна строка документации, на этот раз про функцию fun. С вашего позволения, не буду делать её многострочной, и так ясно, что она может быть такой. Вот. Значит, обратите внимание, программа на Python внезапно начинается, ну я бы ещё написал сюда вот так вот, но это как бы, это как бы не относится напрямую к нашей теме, это так называемый шибанг, или значащий комментарий, который указывает, тут буква N, тут, который указывает любой позикс подобной системе, что данный файл является исполняемым, ну, точнее, не так, может быть исполняемым, потому что он является исполняемым, надо ещё xbit поставить. И интерпретатор, который будет его исполнять, называется вот так. Ну вот, это, пожалуй, вещь специфическая для позикс совместимых систем, а вот это вот, это свойство питона. Висеть вот в этой строке документации в нигде. Вот, но сейчас мы до неё достучимся. Значит, давайте мы этот, да, Python, 3, минус i, да, вот, фунт, видите? Ну, всё хорошо. А теперь ответ на вопрос, где используется строка документации. Видите, да? Вот она. Спасибо. Я прежде, чем я сформулировал на языке, как бы, так сказать, обычном, что нужно сделать. Да, спасибо большое. Ну, естественно, ничего чудесного, как обычно, в питоне нету. Это на самом деле просто поле, которое называется как? Dog. Фунт точка, бла-бла. Dog. Бла-бла. Вот он. То есть, когда вы формируете объект на питоне, являющийся контейнером пространства имён, будь то модуль, функция, класс, вы можете в этом контейнере повесить никуда, ничем не связанную строку, и эта строка будет синтаксически восприниматься, как строка документации, и она на самом деле свяжется вот таким полем dog, вот, и будет доступна, например, функции help. Вот. Возвращаясь к пониманию того, что такое модуль, вот эта вот программа наша прекрасная, давайте мы в ней напишем ещё какой-нибудь код. Print.cucu. Как уже было сказано, является также модулем, её можно выполнить так. Вот. А можно сказать так. Ай, нет, не так, это плохой описан, негодный. Вот. Можно сказать импорт, внимание, модул. Импорт модуля из файла на питоне, это просто выполнение этой программы. В том числе, вот видите, он куку вывел. Мы просто её вывели. Единственное, что в результате получилось, ну, разумеется, у нас всё, что было в неймспейсе этой программы, залипло в этом неймспейсе. Собственно, и всё. Когда вы говорите импорт чего-то, там, какой-то модуль, питон ищет в специальных местах разложенные модули, и первое из этих мест, это текущий каталог. Точнее, каталог, в котором лежал скрипт, запущенный вам, вашей программой. Не текущий каталог, а тот каталог, где лежал то, что вы запускаете. Вот. Ну, или если ничего не запускаете, вот как сейчас, да, я запустил командную строку, то, значит, вот просто, просто этот самый модуль. Вот. Когда находит, говорит, окей, мы модуль нашли, сейчас мы его проимпортируем, и просто его, ну, почти просто, почему почти, поговорим чуть позже, и просто его выполняет. все другие импорты, которые мы с вами делали, работают точно так же. Вот. Ну, на этом можно было бы и закончить, конечно, но нет, понятное дело, что real life несколько сложнее, чем написание одного модуля в одном файле на питоне. Вот. Поэтому есть несколько всяких дополнительных фич. Первая дополнительная фича состоит в том, что у вас образуется файл под названием, каталог под названием blablapcashblabla в том месте, где у вас лежал ваш модуль. И в нем лежит так называемый скомпилированный, то бишь превращенный в байт-код. Ваш модуль, который имеет название модул, дальше архитектура, дальше версия питона и дальше pts. pts это специальное расширение, которое дается питонскому байт-коду. Вот. Про байт-код мы, наверное, не успеем в этом семестре поговорить, но может быть поговорим в следующем, а может быть и нет. Не знаю. Вот. Про все мы все равно не успеем поговорить. Питон большой. Вот. Значит, создание этого файла прямое следствие импорта. Прямое. Когда вы будете делать какие-то проекты на питоне, не забудьте вот этот pcash, а также файлы .pc включать в gitignore, потому что это мусор. Это генераты. Причем ненужные генераты. Бывают значимые генераты, бывают незначимые. Об этом мы, может быть, поговорим в конце следующего семестра. Про генераты. Надеюсь, что поговорим. Вот. Это все генераты. Они образуются по факту импорта, по факту вот этой вот строки. Вот отсюда он образовался. Модульс. Значит, я сказал, что модуль это всего лишь файл. Ну, давайте мы, значит, прежде чем перейдем к более сложной теме, сходим, посмотрим на какую-нибудь документацию. docs.python.org и увидим, что, ну, мы это уже все знаем, и увидим, что у нас вот здесь вот есть такая ссылочка модульс, которая описывает стандартные, то бишь, включенные в поставку питона всегда. Ну, всегда, но, например, в некоторых дистрибутивах у нас, например, питон распилен в сообществе Alt-Linux Team. Он распилен на питон, который не требует графической оболочки и на модуль, который ее требует. Ну, чтобы можно было его ставить там, грубо говоря, на сервер, он бы с собой не притаскивал стороны виксовой библиотеки. Вот. И у некоторых тоже так сделано. Понятно, я сделал. Значит, вот это вот у нас индекс по именам, а это вот всевозможные модули, из коих мы некоторые уже смотрели, вот, но полный обзор я, наверное, делать не буду, просто потому, что у нас тема немножко другая, да, значит, у нас не тема библиотека стандартных модулей. Тем не менее, мы знаем, что есть модуль math, мы знаем, что есть модуль какой-нибудь рандом, который содержит случайные числа, где он тут, вот он, рандом, да, мы знаем, что есть модуль iter tools, в который мы даже тыкали, вот, ну и так дальше. Вообще говоря, в этих модулях, среди этих модулях есть модуль, грубо говоря, пошиш-то на все случаи жизни, такие низкоуровневые, вот, ну а если вас не устраивают низкоуровневые случаи жизни, то надо идти куда? Наверх. Где у нас больше модулей, здесь их порядка 200, где у нас их слегка побольше? На сайте Python Perks Index, вот, на сайте Python Perks Index их несколько побольше, этих самых пакетов, а именно 204 тысячи уже, с копейками. Еще недавно их было меньше 200 тысяч, 195 что ли? Это модули, да, это модули Python, причем все под свободные лицензии, то есть такие, которые можно просто брать и использовать в своей программе, в том числе и в продакшене. Вот. Ну вон, пожалуйста, я не знаю, что это такое. Вот, я пкнул в первую попавшуюся. TensorFlow to Core ML Converter. У меня есть какие-то смутные воспоминания относительно обоих этих терминов, вот, но поскольку они смутные, я не стану позориться и говорить, что знаешь, что это такое. Вот. Значит, про то, как эти модули, да, значит, это все модули, именно что? Ну, не знаю, ну вот, ну, ну. Вон там есть терминадо. Терминадо. Экстерм.js торнадо. Это, значит, модуль торнадо, который, ну, поскольку торнадо на питоне написано, такой веб-сервер для хайлода. Вот. Он, значит, подсовывает ему экстерм.js, чтобы можно было через веб делать консольку. Вот. Ну, такое, да. Ну, в общем, много всего интересного. Вот. Опять-таки, я сейчас не к тому, что бы мы с вами учились всем этим безобразием пользоваться, потому что там целая, ну, небольшая, очень небольшая, но практическая машинерия. Там, ПИП, Виртулэнф, вот это все. Об этом мы поговорим в следующем семестре. Это я к тому, что вот этих 200 модулей, или сколько их тот, которые тоже, в общем, очень много чего умеют. Сейчас мы отчасти это увидим. А тут их в тысячу раз больше. Вот. И там, вот если смотреть, допустим, броуз по топику, они есть, ну, практически про все. Да? Где у нас броуз по топику, 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 топику? Да, да, да. Он открыл мобильный сайт, потому что он увидел, что разрешение очень маленькое. Свич в дископ. Не, не, не хочу свич в дископ. Хочу, хочу вот. Тут должно быть где-то броуз. Нет? Нету? Ну, ладно. Ну, просто он когда видит, что вот это дерево не помещается, просто тут, тут, я думаю, не читается ничего. Видно? Ну, тут, 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 короче, вот если почитать, тут есть, ну, правда, на все случаи жизни. Это, это, это именно области науки и программирования, в которых вы собираетесь это применять. Да? Вот. Все. Пока не буду больше говорить про модули, как практически нужные штуки. Да, и достаточно было того, что их много, и они разные. Вот. Скажу лучше про другое. А, про что я хотел сказать? Где оно, это другое? Да. Значит, смотрите, понятное дело, что ситуация, когда модуль питонии состоит ровно из одного файла на питоне, это довольно редкая ситуация. Если уж вы сделали программный продукт, то в какой-то момент вы будете его распиливать по файлово, или даже делать целую иерархию файловой структуры, просто чтобы не заблудиться в одном файле, так нельзя писать. Это одна из аксиом, размер файла должен быть читаемым. Один файл, одна задача, грубо говоря. Вот. Это еще с языка программирования C идет, с одних из, когда все разделение между пространствами имен программы на C, жесткое разделение, делалось именно вынесение в отдельный файл, и дальше то, что вы объявили как статик, не будет видно, а то, что вы объявили как... Ну, короче, вот на этом уровне будет различие. Вот. Значит, как устроен... Да, значит, про то, как устроен модуль на питоне, отлично написано в этом самом... в учебнике. Вот. Вернее, не модули, а многофайловые модули, они называются пакеты. Вот. Сейчас, чуть дальше. Еще чуть дальше. Пакеты, вот, packages. Пакет это многофайловый модуль на питоне, который отличается тем, значит, почему... Фактически, это просто каталог. Почему питон, когда вы говорите импорт, в данном случае sound... В данном случае sound. почему питон считает, что sound это такой модуль? Потому что в каталоге sound лежит файл bla bla init bla bla точка py. То именно поэтому сам факт наличия этого файла init, он может быть даже пустым быть, нулевым. Но сам файл наличия этого файла init означает, что данный каталог является питонным модулем, точнее, пакетом, у которого есть собственная структура. Интересно. вот здесь вот нарисован такой пакет, который содержит подпакеты формат, эффект и фильтр. Вот. Ну, а у меня я тут поупражнялся на досуге и написал тоже такой пакетик маленький. Вот. Вот смотрите. Давайте мы прям откроем окошечко, и в это окошечко будем создавать этот самый пакет. Значит, он будет называться package. Не то. Вот это. mkdir package. В нем будет файл ui.p это непосредственно файл, ой, да елки-палки, непосредственно файл в нем, да. Он здесь нужен только для того, чтобы только для того, чтобы показать, что не обязательно в пакете будут еще подпакеты. В пакете, может быть, прямо модуль лежать. Давайте мы его, кстати, отредактируем, как мы хотели, да. Напишем, что это юзер-интерфейс воображаемый. вот, а это что, 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 ну, не знаю, инферфейс, господи, прости, вот так, да, в лекциях они не задокументированы, но поскольку мы ввели понятие документирования, вот мы задокументировали. Значит, также в этом файле находится, в этом каталоге, в этом каталоге с пакетом находятся два подкаталога, два подпакета high и low. High и low. Ну, предположительно, это какие-то, значит, верхние уровни, нижний уровень. Вот. Значит, в high лежит два, это low, и это low. А где high? Вот high. в high лежит два модуля, lib и интерфейс, собственно. Вот. Опять-таки, давайте его отредактируем, чтобы он был задокументирован. Да? Значит, это модуль интерфейс, user interface, и здесь липшоу, это нет, интернал лабери, это библиотека, да? Там липшоу, значит, это библиотека. Internal library. Ну, какой-то интернал метод. Так. Единственное, что мы сделали неправильно, он должен называться не интерфейс, а lib. mv interface lib. lib.py Вот. А теперь, значит, собственно, интерфейс. Это вот этот. Так. Как видите, все это функции абсолютно бессмысленные, которые не делают ничего. Наша задача именно построить структуру пакета со всеми, значит, возможными, ну, с некоторыми возможными его под пакетами и так далее. Значит, вот этот вот юзер интерфейс, да? Это, собственно, какой-то его шоу. Вот. Так. Это у нас был high, теперь low. low. Да? вот эта фигня какая-то, это неправильно, надо будет переназвать его. Вот это, что у нас? Lib.py, да? Опять, ой, что это было? А, потому что это был vi, не vim. Да? Надо vim сказать. Вот. Ну, опять же, это что такое? Только это low. А, ну да, все правильно. low level internal library. Вот. И здесь понятно, что это дебаг. debug function. Понятно, что на самом деле это плохой help. В правильном help должно быть написано, какие параметры, что она делает, ну, бог бы с ним. Так, и последний штрих это backend. Да? Вот. Угу. 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 нет, только это не library, а это прям такой вот backend. Прямо вот так вот какой-нибудь, да? Вот. мы уже почти все сделали. То есть, таким образом, у нас получился пакет под названием package, в котором, ну, вот это мусор, не обращайте внимания, это файлы бэкапные, вот, в котором получилась некоторая структура, давайте мы это удалим. Че он там болтается? да елки-палки, вот приставучие. Все норм. Это, это бэктики. Смотрите, кто учился на втором курсе? Это бэктики, они, че делают? Они подставляют результат работы вот этой команды в качестве строки. Да, 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 вот, собственно, этот RM будет применен вот к этому списку. Собственно, вот, вот. Видите, как чистый и красивый. Вот. Вот такая архитектура. Мы сейчас можем этот пакет, мы сейчас не можем этот пакет проимпортировать, потому что он пакетом не является до тех пор, пока у него бла-бла и нет бла-бла не будет написан. Да, давайте его создадим, пустой файл. Package. А, давайте вы для начала поверьте мне, что это так. Да? Оу. не верьте мне, он, 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 он почему-то проэкспортировался. Обратите внимание, что несмотря на то, что мы в этом пакете сделали под пакеты, да, у нас есть только он говорит, что контент только уи, вот, по какой-то причине. Давайте мы разложим пакетч, бла-бла, и нет, бла-бла, точка пы, да, лоу, и хай. Почему все время вы все время этого ждали, я знаю. Каждый раз, когда я говорил слово хай, вы все время думали, что что-то сейчас, да. А, кстати, что будет, если сейчас сказать импорт пакетч? О, смотри, что он говорит, смотрите, вот этот хелп автоматом нам, автоматом нам говорит, что пакет называется пэкач, он состоит из вот таких трех компонентов, из модуля уи из-под пакетов хай и лоу, вот, ну а файл, в котором мы все это видели, назывался init. Мы, кстати, этот файл можем задокументировать, смотрите. Что? Touch вообще говоря, просто меняет время создания файла на текущее, но если такого файла нет, сначала его создает пустой. Самый простой способ создать пустой файл, если очень надо, обычно не надо. Вот, смотрите, если я сюда напишу что-нибудь, то внезапно, ой, нет, не получилось, я, может быть, не ток сказал, а, вот так вот, да, блин, где он тут, вот он, а импорт где, во, все, что я написал в качестве строки документации в init к этому пакету, прилезло вот сюда. Такая вот картина. Тот факт, что я разложил init в подкаталоге, привел к тому, что теперь питон воспринимает их как подпакеты. ну, то есть, init все-таки должен быть. Вот такие дела. Значит, что сейчас есть в этом пакете? Волшебным образом ничего. Почему? Потому что, когда вы создаете сложный пакет, довольно было бы глупо обходить его рекурсивно и при первом же импорте всасывать все символы. это может быть тяжелой операцией. Вот. Даже если мы напишем from package import звездочка, боюсь, что сюда не прилезет ничего. Ничего. Для того, чтобы такие штуки работали автоматом, вам нужно в файле init описать список тех подмодулей подпакетов, которые по умолчанию импортируются. Вот сейчас не импортируется не один. А если мы здесь напишем что-то типа бла-бла, дайте подумать, all, что ли, вот так вот, да, равняется, и дальше список того, что мы хотим, high, low, уи. Хорошо, сейчас поправлю. Дайте подгляжу, я не помню, all большими или маленькими. Маленькими, я ошибся. Вот. Экспериментируем. Так, во-первых, что-то изменилось? Ничего не изменилось. А если я напишу from package import звездочка? О, вот они. Вот они все приехали. Уи. Уи? Кукуряку. Хай. Что там у нас было? Это интерфейс? Интерфейс. Нет такого. Почему нет такого? А потому что хай – это тоже пакет, и в нем тоже нужно вынить и написать all. тогда из него приедет все это безобразие. Вот. Ну, то есть, таким образом вы управляете подгрузкой или не подгрузкой имен из пакета по дефолту. Напрямую, конечно же, можно все погрузить. Написать так. from что там у нас? Package.h import interface. Пожалуйста. Вот. И интерфейс точка что там? Show, да? Вот, пожалуйста. Вот оно закуковало. Чтобы закончить эту тему, потому что, собственно, упражняться на это мы не сможем в e-jarge, да? В e-jarge только один файл является программой. Чтобы закончить эту тему, расскажу еще и про относительный импорт. Смотрите, давайте вот мы прямо вот здесь вот посмотрим, потому что здесь это видно. Вот мы определили, вот мы определили ui.py. Все хорошо. Вот мы определили какой-нибудь hi-slash-interface точка пы. Там есть метод show. А вот внутреннее hi-slash-lib точка пы, она внезапно смотрит, что делает. Она говорит, так, пожалуйста, у меня тут рядом есть соседний подмодуль, он называется интерфейс. Вот. Заимпортируем не его. В данном случае точка означает как в файловой системе. из текущего места, из текущего модуля. Вот. И дальше эту штуку можно вызвать. Она работает, мы только что это видели. А нет, мы видели нету, но она работает, верьте мне. Я проверил. Вот. Примерно так же у меня устроен модуль, который low. Только поскольку он находится у соседнего родителя, под пакете low, ему приходится импортировать уже из двух точек. из базового пакета вынуть из модуля high под модуль интерфейс. И потом его вот таким образом вызвать. Вот этот относительный импорт нужен именно в случае, когда вы создаете пакет. Вы тогда говорите, что вот все эти модули, они как-то взаимосвязаны, и если в соседнем модуле лежат нужные функции, вы ее импортируете, символ, вы его импортируете оттуда через точку, а если значит в у племянника, не знаю как, двоюродного братца или двоюродной сестрицы он лежит, да, то через общего родителя. Вот. Можно еще писать вот так, смотрите. Если вы хотите специфицировать непосредственно модуль на уровень ниже, потом на уровень выше, еще на уровень выше, вы пишете вот такую конструкцию. Две точки, дальше безо всякого слыша, разумеется, имя модуля и имя подмодуля и дальше оттуда вынимаете этот шелк. Собственно, на этом все про модули. Почему модули являются именовым пространственным именом? Извините за тавтологию. Потому что в отличие от всех объектов, с которыми мы имели дело до сих пор, вы можете сделать вот так. И это очень важный момент, к которому мы, собственно, приступаем сейчас в понимании того, как работает объектная модель Python. Не лишне, кстати, заметить, прежде чем мы на это посмотрим, почему мы не можем написать, ну, не знаю, int a равно 5 и a.bl равно там 100 500. Или там, допустим, a равняется список и a равно 100 500. А вот a равняется package и a квагерен на 100 500, но написать можно. В чем разница между вот этим объектом и вот этим объектом? Это еще одна вещь про модули, которые я не сказал, и которые я сейчас скажу прямо сейчас. вы можете писать модуль не только на Python, но и подсовывать сейчас я умное слово заменю на нормальное родные для той операционной системы, в которой вы запускаете Python, разделяемые в библиотеке, оформленные в соответствии со специальным API. Если это Linux, то это просто будут ISO-файлы. То есть модули на Python бывают Python-овские, а бывают и бинарные. И в случае, если модуль написан на C, и он предоставляет интерфейс к объектам, которые написаны тоже на C, ну или там, на чем угодно, обычно на C пишут, то, скорее всего, он не предоставляет интерфейс модификации пространства имен объекта, написанного на C, иначе у всех оторвет крышу, в том числе у вас, в попытке реализовать все это безобразие на языке программирования C. А вот если модуль написан на Python и объект реализован на Python, в него можно добавлять какие угодно поля. Мы с вами знаем один хороший объект, тип объектов, написанных на Python, в который можно добавлять какие угодно поля. объекты. Нет. Он тоже написан на C. Ну же. Громче. Нет, словарь написан на C. Это часть Python, в смысле, бинарника. Этот объект функция. Функцию мы с вами писали только на Python. Поднимите руки, кто писал функцию не на Python на нашем практикуме. Вот и я тоже этого не делал. Вот. Значит, а, на практикуме, да. Смотрите. Чего тебе не нравится? А, естественно, чтобы ей нравилось-то. Мне тоже не понравилось. Да, 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 вижу, что это U. Смотрите. О, я соврал. А, там минус. Извините. Нет, я не соврал. Еще раз прочувствуйте это. Любой питоновский объект, не являющийся встроенным в питон, является именованным хранилищем пространства имен. Обратите внимание на то, что вот это пространство имен фун ничего не имеет общего с контекстом вызова. Помните контекст вызова, как выглядит? В нем вот этого все безобразия нету, а зато есть локальные переменные, ну, локальные имена. Здесь же нет, это сам объект фун так устроен, у него есть куча всякой фигни, видите? И эта куча всякой фигни представляет собой на самом деле словарь, как мы помним. Вот. И мы можем просто в него добавить любое поле, вот оно добавилось, вот оно, вот оно. Вот. с другой стороны, если вы хотите сложить несколько объектов в одно пространство имен, да, зачем вообще можно хотеть сложить несколько объектов в одно пространство имен? Ну, для начала, для того, чтобы не заводить 100-500 глобальных имен, а заведить одно имя, оно является контейнером, в него напихать все ваши переменные и одно это имя передавать другой функции в качестве параметра. Она туда заглянет, а там есть точка А, точка Б, точка конфиг, точка тролливали, ну, короче говоря, вот все поля, которые нужны. Было бы глупо для этого использовать функцию. То есть завел функцию пустую, только для того, чтобы в нее можно было добавить поле. Было бы глупо на самом деле для этого использовать и модуль с пакетом. Почему? Потому что у модуля и пакета главная фишка это привязка к файловой системе операционной системы. Помните, да? Мы все эти импорты, мы говорим import package, питон говорит, ща пошарю во всех местах, где лежат наши пакеты. Кстати, где лежат пакеты у питона на линук, сейчас покажу. user lib python чего там, три. Это в altlinux так сделано. О! Вот, например, zipupu. Пакет, кстати, из одного файла состоящий. Вот. А вот putz это пакет из каталога состоящий. То бишь, в смысле, вот это вот как бы атомарный модуль, а это как бы уже и не атомарный. Вот. в каталоге user lib лежат пакеты, написанные на питоне, в каталоге user lib64 лежат пакеты, отчасти написанные и не на питоне тоже. Ну, допустим, какой-нибудь zc. Ой, а там ничего нету. Интересно. В нем есть только init. Смешно. Ну, не знаю. Ну, он глиб какой-нибудь. О! Вот вам пример модуля пакета, написанного не на питоне, а в основном на c. Точнее, являющаяся прокладкой между библиотекой глиб и питоном. Вот. Вот это имя пакета, вот это его init, вот эта часть написанная на питоне, а вот эта часть написанная на c, которая, видимо, ходит к библиотеке глиб. Да? И является шарит обжиг, то есть разделяемой библиотекой. Ну, вот. Зачем тут приехал Ила, не знаю, надо, он там не нужен. А, может и нужен, кстати. Не в этом смысле. То есть, мы сейчас узнали несколько способов организовать локальное пространство имен, в которые мы можем положить, что хотим, и потом им пользоваться как таким контейнером. Ни один из этих способов не является, ох, сколько отрицаний, не является неизвращенным. Правильный способ, конечно, это создать класс. И мы плавно переходим ко второй теме на сегодня, а именно к теме классов. Значит, я тут взял на себя как это, наглость, я написал довольно большой половину, половину довольно большого скетча про классы, вот он длинный, правда, и его просто поинклюзил в нашу страничку с лекциями, вы можете ее прощелкать на дому, если вы хотите, хотите, если вы хотите удостовериться, что классов в питоне это очень просто. Ну, возможно, вам хватит и лекции, потому что это правда очень просто. Давайте мы с вами для начала забудем совсем про то, что классы это такая опорная структура объектного проектирования больших и сверхбольших программ, которая обладает какими-то там свойствами и которая имеет отношение к понятию объектно-ориентированное программирование. Все это, конечно, очень интересно, но пока мы про это говорить не будем вообще. А про что мы будем говорить? А про то, что мы напишем класс С, который ничего не делает. Оператор питона пас означает ничего не делать. Тип этого класса будет класс С, ну и мейн модуль, в котором он определен. Значит, что с ним можно сделать? Зачем мы его создали? Пустой класс. а ровно за тем, чтобы класть туда, чего хочешь. да, конечно, спасибо, спасибо большое, конечно, вот он. то есть, таким образом мы создаем довольно, на самом деле, сложноватый, но по крайней мере, предназначенный для этого объект в питоне, в котором мы можем хранить произвольные поля. Теперь мы можем сделать что? Теперь мы можем в эти поля насовать всякую ерунду, вот, ну, например, давайте мы прям файлик напишем, да? Смотрите, пустой класс, да? Мы говорим, c точка фи 1 равняется 100500, а, ну, даже, даже вот так вот, c точка фи 2, c точка бла-бла равняется 100500, 42, разумеется, ну, и ку-ку, да? Теперь определяем функцию def fun от c и пишем print c точка фи 1 c точка фи 2 c точка бла-бла. Вот. И здесь пишем, что там? Fun от c. Это было fun. Ага, спасибо. Хорошо, что вы за этим следите. Я потому что смотрю на клавиатуру, к сожалению, слепой в печатью не овладел. Вот она. Да? Упрятав пространство имен в контейнер, мы достигли первого из, первой выгоды из множества выгод, которые нам предоставляют объекты, в данном случае классы, не засорять глобальное пространство имен. Вторая выгода, которую нам предоставляют классы, мы можем взять и создать еще один контейнер. Такой же пустой. Да? Только положить туда все другое. да? То есть, поскольку у нас ducktyping, функции fun, вообще говоря, все равно, какого типа приехал ей объект, потому что он крякает, а именно он имеет все три нужные нам поля. Кстати сказать, мы можем сюда добавить еще и ненужное нам поле. Это как повлияет на работу нашей программы? Правильно, никак. Вот. То есть, на самом деле, мы подступаем к пониманию того, что с помощью ducktyping мы можем одни и те же по одинаковому устроенные пространства имен обрабатывать одной и той же функции и передавать туда разные значения. Вот. Что мне здесь не нравится? Ну, разумеется, мне здесь не нравится ситуация, что если мы, допустим, хотим создать несколько объектов, мы каждый раз должны сначала их создавать как пустые, а потом их набивать какими-то полями. Наверное, было бы правильнее сделать не так. Наверное, было бы правильно включить вот это вот набивание объекта полями в синтаксис описания класса. Ну, давайте так и сделаем. Вместо класса D напишем здесь что-нибудь типа такого, что там φ1 равняется можно, кстати, через запятую, да, φ2 равняется и бла-бла равняется вот. И тогда мы можем даже вот это и убрать. Инициализация полей класса у нас произойдет и все продолжает работать. Что при этом происходит? При этом в момент создания нашего класса D в нем появляются поля φ1, φ2, бла-бла и они заполняются значениями. Опять-таки, пока что не происходит ровным счетом ничего военного. то есть от слова совсем. Понимаете, вот я убрал вот эту строчку, которая была вот здесь, да, и засунул ее сюда. Единственное ее отличие стоит в том, что мне не нужно специфицировать полем, внутри какого namespace я завожу поле φ1, φ2 и бла-бла. Потому что вот оно, вот он, это namespace. Это все происходит в namespace D. Вопросы на данный момент есть какие-нибудь? Я думаю, что все... мы создадим объект. Мы пока... Ага. У него будет допустим какой-то поле оттал. Ага. Потом мы создадим другой объект. Ага. А мы еще не знаем, как создавать объекты. Если вы имеете в виду под словом объект, экземпляр класса, то мы этого еще не делали. Мы этого еще не делали, да. Мы сейчас... Смотрите, и это второй недостаток, который хотелось бы как-то преодолеть. Второй недостаток стоит в следующем. Скорее всего, мы задолбаемся создавать руками класс С, класс Д, класс Е и так дальше, особенно в ситуации, когда они на самом деле состоят из одинаковых полей. Очень бы хотелось сделать так, чтобы вот этот самый класс нам конструировал объекты одинаковой структуры. Ну, как везде, как во всех языках программирования объектных. Так и у нас. Да? не только использовался как пространство имен, но еще использовался как конструктор соответствующих объектов. Не вопрос. Давайте это сделаем. Что мы хотим? Мы скажем, что Е равняется Д, ну, и Ф тоже равняется Д. Ф равняется Д, запятая Д. Вот. И тут, соответственно, сначала давайте запустим. Значит, обратите внимание, что мы сделали? Мы взяли класс, приляпли к нему круглые скобочки. Что такое круглые скобочки в питании? Вызов. Вызов коллабл объекта. Класс является коллабл объектом. И в результате получили некий новый объект, который этот класс сконструировал. Вот мы сейчас на это все посмотрим. Сначала давайте посмотрим просто так. It works. А теперь давайте посмотрим повнимательнее, потому что некоторые различия все-таки есть. Смотрите. вот они у нас. CDEF, CDE, это не Е, E и F. Видите разницу? Это вот то, что вы говорили. Разумеется, CDEF, это классы, а EF, это экземпляры класса D. Вон там написано, что это main D object. Причем вот два разных экземпляра класса D. Видите, да? Этот имеет такой идентификатор, а этот сякой. Во. Как раз к этому мы и спасибо. Мы именно к этому и приближаемся. Начнем с того, что начнем с того, что ну давайте еще DIR посмотрим вот эти поля, которые мы видим сквозь объект, сквозь экземпляр класса, это все еще поля класса. Вот если мы сейчас изменим значение поля класса D, то во всех объектах типа D оно поменяется. Не очень удобное свойство, и по этой причине не рекомендуется так делать. Но мы это сделаем, чтобы понять, как у нас работает проксирование. Сейчас мы, поскольку внутри объекта, внутри объекта, как его фамилия, E, например, мы ничего не создавали вообще, мы его просто сконструировали по типу D. то, то если мы напишем D. E.Fi1 равняется ZZZ, то внезапно E.Fi1 и F.Fi1 будут нам показывать это ZZZ. Понятно, почему? Почему? Нет. Смотрите, когда мы сконструировали, где вот тут мы это сделали? Не здесь. Мы это сделали в программе. Когда мы сконструировали E из класса D, мы только создали экземпляр класса. создание экземпляра класса в данном случае сводится к ничему. В том смысле, что вот эта строчка, она уже выполнена Python. Эта строчка заполняет поля нашего класса D. Когда мы говорим создай экземпляр, Python создает экземпляр, в котором, в пространстве имен которого есть поля FI1 FI2 и бла-бла, но ссылаются они ровно на эти объекты, которые были нами созданы при создании класса. Потому что не на что им больше ссылаться. Понятно. А вот если мы сейчас перебьем поле объекта, для начала, конечно, мы можем сказать, что FI 100500 равняется 1, 2, 3, и конкретно объект F и только он будет иметь поле FI100500 в отличие от объекта E и класса D, который этих полей иметь не будет, и только у него, естественно, это поле FI100500 будет равняться 1, 2, 3. А вот если мы сейчас... Вопрос. А он, если D добавим поля, но появится... Да, конечно, если мы D добавим поля, оно появится вот так, как это здесь произошло. Видите? Мы... А, добавим поля. Давайте проверим. D. ZZZZ, как это у нас было уже, да, равняется ZZZZ. E.ZZZ. It works. Смотрите, экземпляр класса служит прокси для полей класса до тех пор, пока мы в нем самом не начинаем заводить какие-то переменные. Абсолютная аналогия с глобальными локальными именами. Когда вы в функции облащаетесь какому-то имени, функция сначала... Python сначала смотрит в локальный namespace. Не абсолютная, сложнее все-таки, чем глобальные и глокальные имена. Python сначала смотрит в локальный namespace, не найдя имени в локальном namespace, смотрит в глобальный. Абсолютно такая же картина пока что. Дальше будет сложнее, но не сегодня. Когда мы говорим поле ZZ, Python сначала смотрит в какой-то локальный namespace, который нам не показан, нам показан прокси, в котором нету никакого ZZ, тогда он лезет в класс, а в классе есть ZZ. Если же мы напишем E точка FI1 равняется, ну, чтобы такое, вот такую фигню. В этот момент мы совершаем примерно то же, что мы совершаем в функции, когда мы заводим локальное имя I при живом глобальном имени I. Мы занавешиваем в нашем проксе, занавешиваем поле класса, полем объекта. То есть E точка FI1 у нас будет, это было E, у нас будет вот эта фигня, а F точка FI1 у нас будет продолжать равно раз, два, три, потому что E FI1 теперь ссылается на поле объекта, а F FI1 все еще ссылается на поле класса. Сложноватенько. Прокси это, сейчас как правильно сказать, но когда ты просто брос на дом и что-то вроде такого шлюза. Сейчас. Проксирование это трансляция или передача данных от третьего объекта вторым объектом, как если бы этот второй объект был хозяином этих вот данных. Когда вы подключаете телеграм к прокси, вы сначала ходите к прокси сайту, а он уже делает вид, что это он такой телеграм-клиент, ну просто он у вас в Голландии, и там все хорошо. То же самое здесь, мы ходим к объекту Е, все, что у объекта Е есть своего, он нам показывает своего, а чего своего нету, он ходит к классу Д и показывает поля класса Д. Это не очень удобно. Это не очень удобно, хотелось бы, конечно, сделать так, чтобы вот эти поля класса были только константные, потому что, ну слушайте, а если они не константные, а если, допустим, там список, я этот список могу манифицировать через все экземпляры, будет жесть, еще будет такое домашнее задание. Вот, значит, я думаю, поэтому хотелось бы сделать вот что, давайте вернемся к нашему классу Д. хотелось бы сделать так, чтобы, или лучше к классу С, чтобы при создании объекта типа С у него появлялись какие-то поля, и это сразу были бы не поля класса, а поля объекта. Другой способ, вот этот способ, он как раз ведет к тому, что это поля класса, и они видны сквозь объект, а мы хотим, чтобы при создании объекта, в самом объекте создавались такие поля. Для того, чтобы это сделать, давайте посмотрим одну, один кунштюк, вот, чисто питоновский, который с одной стороны странный, а с другой стороны зато совершенно прозрачный, то есть все понятно, как в питоне работает. Как вы видите, ретрансляция, или то, что я назвал проксированием полей сквозь поля класса, сквозь поля объекта, сквозь объекта, абсолютно прозрачна. мы видим там 100500, здесь 100500. До тех пор, пока мы не занавесим. Давайте посмотрим, как себя ведет поля, как себя ведут поля класса другого типа. Ну, например, типа функции. dev fun от звездочка args и здесь просто print ну там args. Такая функция намного, насколько хочешь, примен. Давайте мы попробуем с ней повзаимодействовать. Так. Итак, у нас есть класс D, по-моему, да, D, в которой есть функция fun. Как я уже сказал, класс это такой namespace, в который ты что хочешь можешь положить, например, положить туда функцию. Давайте ее вызовем, что ли. Как всегда, ничего военного. Давайте создадим объект типа D. все хорошо, вот они все поля, эти поля, это все, это все поля класса. Вот, ну, например, там, D. точка фи1. Все мы это видели. D точка фун. Что изменилось? Да, вот эта штука, которая D точка фун, вместо того, чтобы называться функцией, вполне понятной, называется каким-то волшебным словом метод. Мы уже с вами привыкли считать, что метод это просто объект, точка, функция, да? Ну, метод. А, смотрите, с точки зрения питона, это сущности разных типов. Давайте мы попробуем вызвать это D точка фун. D точка фун, вот раз, два, три. Чем отличается от вывода вот этого? Да, значит, список параметров у метода внезапно стал на единичку длиннее. Да. И в качестве нулевого параметра в метод D точка фун передалось что? Объект D, ровно он. Я вот не зря написал здесь вот так. Видите, вот это? То есть, когда вы проксируете, то бишь, ретранслируете поле коллабл вашего класса, ну, грубо говоря, функцию, засунутую в класс. Вы тем самым оборачиваете ее специальным вызовом, мы же с вами проходили декоратор, вы теперь знаете, как это делается? Оборачиваете ее специальным вызовом, который в качестве первого параметра вкрячивает туда собственно сам объект, чей это метод. вот вот и вся разница. То есть, для не коллабл объектов проксирование совершенно прозрачное, вот, а для коллабл объектов оно вот такое. Почему это удобно? Потому что теперь внутри самого объекта мы можем создавать поля этого самого объекта, потому что мы знаем ссылку на него. Вот оно. то есть, если мы напишем, давайте вернемся отсюда, если мы здесь напишем вместо не args, а допустим вот так вот. Что это такое? Кто помнит? Да, это именованы нет, так не интересно, будет слишком сложно. Давайте что-нибудь попроще. Давайте напишем лучше вот так. fun e какой-нибудь или par какой-нибудь, да, и здесь напишем, нам еще нужно нулевым параметром ссылку на сам объект. Традиционно тут пишется слово self, но вы можете написать что угодно. Self нужен просто потому, что все привыкли, что там self. Это просто имя, оно ничего не значит. Вы можете написать туда что хотите, любой дематикатор годится. Вот, просто обычно туда пишут self. и напишем self точка fi ELD равняется пар. Что при этом произошло? Ну, для начала. Для начала мы по-человечески эту функцию не сможем вызвать как метод класса, потому что ему надо будет передать два параметра, первый из которых должен быть каким-то объектом, в который мы можем вкрячить поле field. Непонятно, зачем это нужно. От слова совсем. Но, в общем-то, так никто и не делает. Классы обычно не используются в таком виде, классы обычно используются для того, чтобы порождать объекты. А вот, когда мы будем порождать объект, каждый вызов функции fun будет дополнительно передавать туда ссылку на объект, и мы тем самым вот здесь вот будем расписывать поле field именно этого объекта. Давайте проверим это. Это был класс D, да? Вот сейчас там нету поле field, теперь напишем D.fun вот 100, и там уже есть поле field, и оно равно 100. При этом никакого поле field у класса нету, и разумеется нету никакого поля field у свежесозданного объекта. А чтобы его можно было создать, мы пишем fun, здесь пишем там и теперь оно там есть. Наш метод поменял значение поля нашего объекта. Осталось только договориться о том, чтобы мы вообще так вот не делали вот как вот тут написано. чтобы вот эти поля были только локальные, а мы бы с вами только глобальные, то есть те такие, которые никогда не меняются. Поле класса это такое что-то, что мы менять не будем и занавешивать тоже не будем. Ну или по крайней мере договоримся, что мы их все равно будем перебивать. А при создании объекта в этом объекте заводились бы поля локальные сразу. Для этого служит специальный метод, который называется init. точнее bla-bla init bla-bla как у любого метода у него есть первый параметр. И вот здесь вот мы можем написать self точка что там f11 self точка f12 self точка bla-bla равно всю эту ерунду. Вот так. А это уберем. Значит что при этом происходит? Метод init вызывается после создания экземпляра класса вот того самого пустого экземпляра с которым мы только что работали. Но перед тем как нам его вернуть сначала он передается методу init в параметре который мы назвали self. Дальше метод init выполняется и делает то что в нем написано после чего экземпляр нам возвращается. То есть если мы напишем вот так то мы уже увидим смотрите какую штуку. Че? А ну да теперь эта штука не работает теперь d у нас не работает ну давайте поубиваем тут лишнее давайте поубиваем лишнее не будем работать больше с классами будем работать с объектами ой нет этот как раз надо оставить сейчас ой нет а где оно я удалил что ли его я не понял я где-то запалил а во вот оно вот оно все все на месте вот вот так значит еще раз классы как контейнеры можно использовать если вы их действительно используете как контейнеры и не более того довольно типичная штука в модуле завести класс констанц и в этом констанц поскладывать туда все ваши константы чтобы можно было его таскать с помощью да без разницы без разницы потому что на самом деле классы используются обычно вот так как сейчас написано мы берем методы нит мы в этом методе нит создаем все нужные нам поля вот сейчас я еще научу вас передавать туда параметры если вы еще не догадались как вот и в результате мы получаем картинку в которой все поля нашего объекта е объекта f это уже будут поля самого объекта никаких полей класса мы использовать не будем тут уже как бы мы что хотим то и делаем ну вот так это выглядит примерно да dir d видите у нашего d есть только поле fun а вот этих всех f они есть только в экземплярах dir там е или f вот они ну и все теперь мы понятное дело что нам в голову не придет я надеюсь перебивать поле fun у нашего объекта мы можем это сделать но зачем а вот перебивать записывать новые значения связывать новыми значениями поля бла-бла f1 и f2 конечно мы можем да вот давайте мы знаете что сделаем только мы определим еще один вектор хороший годный он называется дев бла-бла стр бла-бла self нет он стр называется я его еще не определил или вы какой-то вопрос задаете смотрите размер букв значения не имеет за исключением ситуации когда вы уже договорились об этом есть я об этом расскажу не сейчас ладно есть просто он не такой простой то есть там есть несколько соглашений одновременно так мы подходим к концу я еще одного вещи не сказал смотрите что я делаю я определяю метод стр для нашего объекта помните что было когда мы печатали когда мы печатали этот объект сейчас покажу когда мы говорили д просто он говорил что это объект там во хочется чтобы вместо этого он вывел красивую строчку о содержимом этого объекта вот для этого надо просто определить метод стр в котором сказать что-то типа return return жалко что здесь не 3,8 питон потому что в 3,8 питоне там это было бы еще проще но и здесь тоже ничего вот значит что мы сделали мы определили некоторый метод доличие бла-бла с двух сторон от имени говорит о том что он системный и он будет использоваться для превращения данного объекта в строку любыми операциями превращения данного объекта в строку давайте мы это проверим так значит что у нас есть у нас есть объект е да а если мы скажем стр от е вот ну и то же самое произойдет если мы скажем принт от е смотрите какая красота так вот же он это просто экземпляр класса д слушайте ну это у нас было на лекции и на это были даже задачки это форматная строка так называемая вот помните да формат может быть двух типов вы можете вызвать метод формат а можете пользоваться фичей которая была введена в 3.6 питоне относительно недавно где-то год назад по-моему весной даже не год назад которая позволяет вот здесь вот внутри фигурных скобочек прямо писать прям выражение и евалить их вот очень удобная вещь вот а в 3.8 питоне вы можете написать выражение равно и он вам напишет сначала исходное выражение а потом чему оно равно еще удобнее ну вот так что-то я хотел показать еще давайте я посмотрю что у меня здесь а ну у меня здесь все ну вот значит то есть если вы хотите определять какие-то неравен поля общие для всех объектов это опасно но можно или заведомо константные поля общие для всех объектов которые просто являются полями класса пишите их в качестве полей класса если вы определяете какие-то поля ваших объектов с которыми потом вы будете работать лучше забейте их в инид и определите их как поля объектов кстати давайте я обещал вас научить инициализировать объект ну мы написали так значит фи ну или вернее так п1 равняется там раз два три или нет давайте даже не так сделаем п1 п2 и там что п3 и здесь напишем п1 п2 п3 вот как-нибудь вот так и хобана у нас в результате конструктор требует три параметра вот вот они эти три параметра выделены черным первый второй и третий а нулевой параметр если вы помните у любого метода это self ну а здесь там что-нибудь не знаю вот это мы уберем безобразие и здесь напишем print и вот вот значит все что вы передаете в init кроме разумеется нулевого параметра который self вы обязаны передать внутрь круглоскопущих когда конструируете объект из класса вот таким образом это все что за исключением некоторых сложностей до которых мы дойдем потом все что следует знать про объектную модель в питоне для того чтобы начать проектировать какие-то объектные штуки на нем что класс это такой конструктор объектов что он является всего лишь хранилищем пространства имен и что единственная хитрость которая придумана для того чтобы этот конструктор объектов красиво их конструировал состоит в том что любая функция положенная внутрь класса будучи увидена через объект становится методом а метод отличается от функции только тем что ему по умолчанию в качестве нулевого параметра передается сам объект чьим методом этот метод является все ну строго говоря даже не так строго говоря это на самом деле метод класса ну в действительности он хранится в пространстве имен класса но когда мы в него добираемся через объект туда подставляется вот это самое значение вот вообще говоря все ну то есть в том смысле что ничего более удивительного чем то что было рассказано в питоновской объектной модели нет до тех пор пока мы не говорим про наследование разумеется потому что там еще появится понятие мро как это расшифровывается чего-то resolution order почему мы мро не помню ну короче resolution order 20 а метод resolution order конечно относительно путаницы понятия поля метод и понятие поля понятие поля метод и поле чем они отличаются не знаю как у кого но я всегда привык считать что поле объекта это просто инкапсулированное внутрь него какое-то имя а метод объекта это вызываемое поле вот поле шапочное название а метод это такое поле которое можно вызвать как видите с точки зрения конструктора классов ну класса эти штуки различаются сильно обычное поле которое не метод не преобразуется а то поле которое метод преобразуется в метод собственно вот для простоты будем называть полями не вызываемые поля а методами вызываемые поля чтобы не путаться если мы говорю поле это значит что это просто какие-то данные а если я говорю метод это значит что это вызываем вот ну нетрудно нетрудно значит пора заканчивать да давайте мы здесь еще допустим напишем какую-то документацию и здесь напишем какую-то документацию и я расскажу про одну финальную штуку на которой мы собственно и закончим финальная штука стоит в следующем вы можете как я уже говорил несколько раз импортировать модуль и он просто запустится можете запускать просто скрипт питона питон и имя файла а можете запускать модуль как программу чтобы запустить модуль как программу надо писать python минус m и дальше имя модуля ну допустим наш пэкэдж а у него нету у него нету файла main обратите внимание чтобы модуль запустился как программа в нем должен быть под модуль под названием бла-бла main бла-бла если такого нет его запустить нельзя вот ну допустим ну не знаю у нас времени уже нет поэтому сейчас не буду это делать потому что хочу сделать другую многие стандартных модули питона можно запустить как программы и они что-нибудь такое делают например python минус m это не python да python 3 вот так да pdoc ну по какому модулю мы хотим посмотреть документацию ну скажем по модулю масс помните вот этот help вот это он же это просто документация сгенерированная из функций модуля масс вот я вам хуже я вам хуже того скажу узнаете брата колю вот я вам еще хуже скажу а если я скажу вот так вот вот так вот pdoc тут должна быть одна одна волшебная штука по крайней раньше она тут была сейчас да сейчас во смотрите сюда узнаете все что питон посчитал пакетом вот о .p мною написанный а там нету kve.py видите да все он решил задокументировать а те модули которые были еще и документированы где у нас там было что-то написано вот видите документация по функциям такая вот волшебная штука этот самый модуль pdoc как вы думаете за счет чего модуль pdoc нам показывает html документацию за то что за счет того что в поставке любого питоновского дистрибутива входит http server python 3 минус m http .server вот он видите на порту 8000 открывается сервер и что мы видим мы видим все файлы в нашем текущем каталоге в котором мы запустили эту программу видите да вот самый простой способ если вы хотите по-быстрому поднять на текущем компьютере http server чтобы кто-то мог скачать файл вот он все больше ничего не нужно вообще ничего взял вот сказал только ip-адрес надо сказать вот этот страдайте вопросы когда пишут документацию человек пишет код в какой момент он оптестировал да значит есть правильный ответ всегда потому что когда вы что-то модифицируете мы модифицируем документацию есть такой стиль программирования когда документация пишется вообще сначала более того и тесты пишутся сначала просто они сначала не проходят потому что ваш код ничего не делает а должен что-то делать об этом мы поговорим поговорим более подробно в следующем семестре но правилом хорошего тона считается писать минимальную документацию для каждого модуля который вы делаете или там файлы и для каждой функции другое дело что допустим Еджаджу глубоко поперечная есть у вас документация или нет а вот 321 группе которую я все-таки надеюсь я придумаю задание по практику вот и там будет просьба оформить программу красиво видимо потребуется писать какую-то минимальную документацию ну не страшно вот еще вопросы почему нет если все что угодно можно делать абсолютно никакой жесткости только не нужно вот вас жест показывает наглядно доказывает что делать этого не надо вот можно 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 понимаете степень свободы безграничная вопрос только в том как это сказать имеет ли смысл этим пользоваться вот в языке программирования руби чтобы вы знали переопределение полей класса в динамике работающего класса уже работающего объекта это норма то есть дипломент новой обновления работающего кода на руби выглядит так вы подсовываете значит новые классы с новыми полями в работающую программу вот более того есть реализация рельсов и для питона но я не видел чтобы кто-то пользовался потому что это конечно ну такое опасное действие вот но в принципе да то есть возможно всевозможные возможны всякие трансформации просто смотрите в какой-то момент такие трансформации прекращают быть полезными практически и становятся упражнением по изучению питона что тоже в общем не вредно упаси бог только это преиспользовать в продакшене вот еще вопросы все все мы и так уже выжили время спасибо спасибо